Боже наш, богит вами Пречистая, Своей Матери, Святых Славных и Всеквальных Апостол, Святаго Священного Мученика, Анафима Никамедийского и Священного Мученика Климета, Детского, Всех Святых в земле Российских просиявших, их же памятными совершали, Святых и праведных, Бога Отец Иоакима Иоанна, Всех Святых, помилуй и спаси нас, и в этой благе человека. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Из творения свидетеля Иоанна Златоуста, из бесед на первое послание Коринфянам, Никакой подвиг не может быть великим, если он не приносит пользы другим. Это видно из примера того, который принес талант целым и был наказан за то, что не умножил его. Так и ты, брат, будешь ли оставаться без пищи, спать на земле, есть пепел и постоянно плакать, но если не оказываешь никакой пользы другим, то не делаешь ничего важного. Это особенно имели в виду все великие в древности и доблестные мужи. Исследуй тщательно жизнь их, и ты ясно увидишь, что каждый из них имел целью пользу не свою, а ближних. Тем они особенно и прославились. Так Моисей совершил многие великие чудеса и знамения, но ничто столько не возвеличило его, как блаженные слова, сказанные им Богу. Исход 32 глава. Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей. Таков был и Давид. Я пастырь согрешил, говорил он. Я зло сотворил, а сие овцы что сотворили? Да будет рука твоя на мне и на доме отца моего. Вторая книга царств, 24 глава. Так же Авраам искал пользы не своей, но многих, потому подвергал себя опасностям и просил Бога за людей, не имевших к нему никакого отношения. Так они прославились, а искавшие своей пользы, смотри, как причиняли вред. Так племянник Авраама, выслушав слова его, если ты направо, я налево, бытие 13 глава, и сделав выбор, имея в виду свою пользу, не нашел ее. Напротив, страна его сгорела, а страна Авраама осталась невредимою. Иона, когда искал пользы не других, а своей, то едва не погиб. Город стоял, а он подвергался опасности, был обуреваем волнами и утопал. Когда же стал искать пользы других, тогда нашел и свою. Иаков, не искавший собственной пользы от стад, получил великое богатство. Так же Иосиф, желая принести пользу братьям, нашел и свою. Когда отец посылал его к братьям, то он не сказал, «Как, разве ты не знаешь, что за видение сны они готовы растерзать меня, что за толкование снов обвиняют меня, что за любовь твою ко мне намеревается наказать меня? Чего только не сделают они, встретив меня среди поля». Ничего такого не сказал он и не подумал, «Но предпочел всему служение братьям, потому и получил впоследствии все те блага, которые сделали его весьма славным и знаменитым». Так и Моисей, ничто не препятствует упомянуть о нем и в другой раз, чтобы видеть, как он не думал о своей пользе и искал пользы других. «Проводя жизнь в царских чертогах, к евреям 11 глава, и поношение Христова, почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. И, бросив все, решился разделять бедствия с евреями. Но не только сам не подвергся рабству, а, напротив, освободил и их от рабства. Все эти деяния велики и достойны ангелов. Но деяние Павла имеет великое преимущество. Все другие, оставляя собственное благосостояние, принимали участие в бедствиях ближних. А Павел сделал гораздо большее. Он не только участвовал в бедствиях других, а предпочитал сам терпеть крайние бедствия, чтобы другие наслаждались благосостоянием. Не одно и то же отвергнуть свое благосостояние и предаться бедствиям вместе с другими, или подвергать страданиям одного себя, а другим доставлять спокойствие и почести. Там, хотя и тяжело переменить благополучие на страдания для ближних, однако есть некоторое утешение в том, что находятся сообщники страданий. А подвергать одного себя скорбям, чтобы другие наслаждались радостям, это дело благороднейшей души и Павловой ревности. Не одним этим, но и другим большим преимуществом он превосходил всех, о которых мы сказали выше. Авраам и все другие подвергали себя бедствиям настоящей жизни, и все вообще желали себе смерти. А Павел желал лишиться даже будущей славы для спасения других. Могу указать и третье преимущество. Какое же? То, что хотя некоторые из упомянутых мужей оказывали попечение о людях, враждовавших против них, но таких, которые находились под их руководством, они делали то же, что делал бы отец, пекущийся о дурном и преступном сыне, однако же сыне. А Павел желал подвергнуться анафеме за тех, которые не были вверены его попечению, так как он был послан к язычникам. Видишь ли величие его души и превосходство его ревности, превышающее самое небо, подражай ему, а если не можешь ему, то хотя мужам, прославившимся в Ветхом Завете. Полезное для себя ты найдешь тогда, когда будешь искать пользы ближнего. Если не имеешь ревности, пищись о брате, то помни, что иначе ты спастись не можешь и позаботиться о нем и о делах его, по крайней мере, для себя. Позаботься о нем. Сказанного достаточно для убеждения, чтобы мы не можем иначе достигать полезного для нас. Но если хочешь, можешь убедиться в этом из обыкновенных примеров. Когда случится загореться какому-нибудь дому, то те, которые живут близко к нему и заботясь только о себе, не станут предотвращать опасность, а запрутся в своих домах из опасения, чтобы кто не вошел и не похитил чего-нибудь у них. Какое получат наказание? Огонь, дошедший до них, сожжет все их имущество. Не заботясь о пользе ближнего, они потеряют и свою. Бог, желая соединить всех друг с другом, поставил все в такой необходимость связи, что с пользой одного соединяется польза другого. На том стоит весь мир. Если на корабле во время бури кормчий, пренебрегший пользу других, будет искать только своей, то скоро потопит и себя, и их. Если бы каждое ремесло стремилось только к своей пользе, то и жизнь была бы невозможна. И невозможно то самое ремесло, которое стремилось бы к этому. Потому земледелец сеет жито не столько, сколько нужно для него самого. Иначе он давно погубил бы и себя, и других. Но он печется и о других. Воин ополчается на опасности не для того, чтобы спасти только самого себя, но чтобы и доставить безопасность городам. Купец привозит не столько, сколько нужно для него самого, а сколько и для многих других. Но каждый скажет кто-нибудь, делает это, имея в виду не мою пользу, а свою. Трудится для приобретения себе и денег, и славы, и безопасности. Так что, доставляя пользу мне, он ищет своей. Тоже говорю и я. Это давно и хотел внушить. К тому и направлял все мое слово, чтобы показать, что ближний тогда достигает своей пользы, когда заботится о твоей. Если бы люди не были поставлены в такую необходимость, то они не захотели бы искать пользу ближнего, потому Бог и соединил все таким образом, и не попустил достигать своей пользы иначе, как путем пользы других. Людям свойственно идти таким путем к пользе ближнего, но заимствовать побуждение к тому должно не отсюда, а из того убеждения, что так угодно Богу. Невозможно спастись иначе, если ты упражняешься даже в высшем любомудрии, но не заботишься о других, погибающих, то не будешь иметь никакого дерзновения пред Богом. Откуда это видно? Из слов блаженного Павла. Если, говорит он, раздам имение мое и предам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в этом никакой пользы. 1 Коринфянам 13 глава. Видишь ли, чего Павел требует от нас? Хотя раздающий свое имение, по-видимому, ищет пользы не своей, а ближнего, но этого одного, говорит, недостаточно, а надо бы это делать с искренностью и великим состраданием. Для того Бог и дал нам такую заповедь, чтобы соединить нас с союзом любви. Если же Он требует от нас любви в такой мере, а мы не оказываем ее в меньшей, то удостоимся ли мы прощения? Как же возразить, как же возразит кто-нибудь Бог через ангелов сказал Лоту «Спасай душу твою» в Бытие 19 глава. Но скажи мне, когда это было и почему? Когда угрожало наказание, когда уже не время было исправляться, когда нечестивые были осуждены и страдали неизлечимой болезнью, когда старцы и юноши предались одним и тем же похотям и должны были сгореть в тот день, когда молнии готовы были поразить их. Притом это сказано не о пороке и добродетели, но относилось к наказанию, неспосылаемому от Бога. Что же тогда, скажи мне, должно было сделать? Сесть, принять наказание и сгореть без всякой пользы, но это было бы крайним безумием. Не то, я говорю, чтобы должно было мучиться без причины и напрасно, вопреки воле Божией. Но когда человек проводит порочную жизнь, то заповедую тебе, приди к нему и исправь его, если хочешь, для блага ближнего. Если же нет, то, по крайней мере, для своей пользы. Первое лучше последнего, но если ты еще не достиг такой высоты, то делай это, по крайней мере, для последнего. Пусть никто не ищет своей пользы, и тогда найдет ее, зная, что ни нищета, ни мучения, и ничто другое не может спасти нас, если мы не имеем высокой любви. Будем приобретать ее прежде всего, чтобы через нее нам получить и другие благо, настоящее будущее, которых досподобимся все мы, благодатью человеколюбиям Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом, слава, держава, честь, ныне и пресна, и во веки веков. Аминь. Божьей милостью буди мне грешному, создавая меня, Господи, помилуй меня, и счастливая согрешил, Господи, прости меня, грешника, помилуй. С воскресением, Христово, братья. С воскресением, С воскресением, С воскресением, Спасибо. 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 Спасибо.